Идея создать подводный дрон пришла к молодым людям около трёх лет назад. На его изготовление ушло около восьми месяцев. И вот за спиной уже несколько тестов. На этот раз в канале Зунда. У этого дрона, так же как и у остальных, два мотора, которые его перемещают вперёд и назад. И ещё два мотора, которые погружают его вертикально, чтобы можно было менять глубину. Уникальность этого дрона в его форме. Он более аэродинамичен. Вот здесь у дрона батарея, которая обеспечивает питание. Здесь также автопилот или компьютер, с которым коммуницирует пилот дрона. Коммуникация происходит через кабель. Дрон под водой всё время соединён с шнуром, чтобы была эта коммуникация. Дрон может погрузиться на глубину до 300 метров, но пока его ограничивает кабель длиной всего в 25 метров. Но нужно сказать, что для нужд Латвии и Балтии 300 метров – это слишком много. Наши внутренние воды менее 100 метров. В латвийских водах большие проблемы с видимостью, поэтому дрон оснащён чувствительными сенсорами и специальной камерой. Одна из главных нужд, для чего его можно использовать – работа по спасению и поиску людей. С помощью этого устройства достаточно чётко можно видеть разные силуэты. Так уже находят людей. Мы можем добавить этому процессу мобильности. С помощью нашего подводного дрона найти человека можно будет быстрее. Студенты говорят, что такой небольшой подводник был бы полезен и для портов, где необходимо проводить регулярные обследования побережья. Сейчас это делают водолазы. «Ещё одно практическое применение – проверка водной инфраструктуры, сканирование. Самой первой нашей идеей было измерение качества воды. Мы можем присоединить сюда сенсор измерения качества воды, и у нас будет мобильное устройство для проверки. Например, его можно закинуть в пруд или озеро и узнать, могут ли там купаться люди, есть ли там опасные вещества». Сейчас Карлес и Том разбирают, собирают и снова разбирают дрон, совершенствуют его и исправляют ошибки. В дальнейшем они планируют продавать эти подводные беспилотники. И для этого уже зарегистрировали своё предприятие. «Мы думаем, что главным клиентом могут быть органы безопасности, например, для того, чтобы мониторить под водой, нет ли каких-то посторонних лиц на объекте, чтобы обеспечивать охрану под водой. Сегодня в РТУ приезжал президент Коста-Рики, и ему пришла в голову такая хорошая мысль, что мы можем искать подводные драгоценности. Так что применение может быть разное». Виктория Пушкелотта, Артём Кочарян, Русала Сэм.